МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Я Никита Мещеров. Это брутальная программа о крепких людях и сильных увлечениях. Все, что вы хотели знать о смешанных единоборствах и боевых искусствах в ближайшие 15 минут. Из Парижа с любовью, как работает пятый дан Айкидо Бруно Гонзалес в Омске. Путь меча, закаляем волю и тело, искусство настоящих самураев. Смертельный укол сердца Евгения Крикорьянс научит профессиональному фехтованию. Во многих единоборствах нужно научиться правильно падать. Важно не только быстро подняться на ноги, но и сохранить целыми руки, плечи и голову. Например, без этих навыков вы не сможете заниматься Айкидо. Я держу его. Держу. Вставай. Кумир 90-х. Гуру, обладатель седьмого дан Айкидо Стивен Сигал, может и вложить сразу трех противников, в прямом смысле одной левой. Чтобы достичь такого мастерства, уйдут годы и даже десятилетия. С чего начать в Айкидо новичку, в программе Бруталити расскажет профи. На татаме Бруно Гонзалес, 42 года, обладатель пятого дан Айкидо. Этому боевому искусству француз посвятил четверть века. Бруно является шеф-инструктором Французской Федерации Айкидо, проводит семинары по всей Европе. В философию Айкидо заложены принципы гармонии и ненасилия. Главное для борца не навредить сопернику, а использовать его силу против него самого и суметь защититься. Чтобы пройти путь гармонии духа, именно так переводится Айкидо с японского, новичку прежде всего необходимо научиться правильно падать. Риск получить травмы очень велик. Базовое падение. Нужно поставить колено назад, опуститься вниз, сесть. И затем снова возвращаемся в эту же позицию. Начинающий Айкидока, так называют ученика, должен знать технику, основанную на катагаеши, то есть на болевом скручивании запястья. Применив катагаеши, можно нарушить равновесие противника и свалить его на землю всего лишь за счет поворота его кисти в наружную сторону. Затраты собственной силы минимальны. Эффект враждебно настроенный человек на земле. Чтобы не было больно, нужно опускаться вниз одновременно с выполнением действия. Нападающий должен следовать за той рукой, которая находится в болевом захвате. Если вам выкручивают левую, нужно садиться на левое колено. В противном случае можно серьезно повредить суставы и предплечье. Борцы занимаются либо с бакеном, деревянным японским мечом, либо без него, поясняет сенсей. И даже если обороняющийся человек работает без оружия, он должен представлять меч в руке. Представьте меч в руке. В боевых искусствах работа с мечом — это что-то чистое, точное. Мы работаем отдельно с руками или мечом. В принципе, в айкидо — это параллельные вещи. Айкидоки оттачивают мастерство на семинарах или показательных выступлениях, поскольку в этом боевом искусстве соревнований попросту не существует. Состязание противоречит философии айкидо, так как взращивают дух соперничества и агрессивности к противнику. Может, поэтому некоторые спортсмены относятся к этому виду боевых искусств скептически. На самом же деле приемы и техники айкидо широко используются не только сотрудниками спецподразделений полиции и армии, но и бойцами смешанных единоборств. Как, например, бразилец Андерсон Силва, который провел 10 успешных защит титулов UFC и одержал за свою карьеру 20 побед нокаутом. Айкидо его обучал сам Стивен Сигал. Отличное дополнение в джиу-джитсу, тхэквондо и муай-тай. Прокачать взрывную силу для мощных ударов помогут вот такие отжимания. Для чего взрывная сила нужна современным самураям, покажет Александр Зайков. Из глубины веков страны восходящего солнца изящная линия смертоносного клинка тянется к нам искусство японского фехтования – кэнзицу. Некогда убийственное, под влиянием времени и внешних факторов, оно эволюционировало в куда более мирный вариант. Звенящие в воздухе напряжение – лишь видимость. Ведь на самом деле каждый воин, шагающий по пути меча, а именно так переводится кэндо – бесстрашен, максимально спокоен и сконцентрирован. И только когда настанет момент единения с духом, бойцы издают громкий крик, за которым следует серия молниеносных ударов. Благо бамбуковый синая позволяет наносить их в полную силу. Сергей Иванов наставляет томских кэндоистов уже не один год. Обучая их сражаться, он, с присущей истинному самураю мудростью, уделяет большое внимание совершенствованию морального облика своих учеников. Недаром большинство из его подопечных – успешные и состоявшиеся люди. Занятия кэндо, как бы тренировки довольно-таки энергоемкие, и иной раз очень-таки изматывающие. И кэндо именно начинается тогда, когда человек доходит до предела каких-то своих физических сил, и с помощью упражнения кэндо человек понимает, что он может сделать всегда чуть-чуть больше, чем предел. Он до предела дошел, но он через него перешагнул сделать чуть-чуть больше. И сегодня программа «Бруталити» с головой окунется в японскую культуру и самостоятельно сделать несколько шагов по пути мяча. Тренировка в кэндо по-японски умна и практична. Блок разминки, включающий в себя необходимые упражнения на растяжку, кардио и разогрев, плавно сменяются боевым блоком, где уже идут интенсивные сражения. Но не стоит забывать, что все это проходит в полной экипировке весом около 10 килограммов. По команде тренера происходит смена спарринг-партнера, совершаемая с неизменным поклоном. Дань традициям в кэндо велика. С того самого момента, как ваша нога ступила на деревянный пол додзи и до финального поклона в завершении тренировки, вы прочувствуете всю красоту и строгость их соблюдения. Все это, несомненно, является отличнейшим примером синергии гармоничного развития как тела, так и духа. Но помимо общеукрепляющего действия на организм, может ли основной атрибут кэндо – умение обращаться с мячом – пригодиться человеку в реалиях современного мира? В одно не действие, а готовность оппонента к отражению этой агрессии. Но инстинкты никто не отменяет. И тот же самый криминалитет выбирает кого-нибудь послабее, по неувереннее. Если вы будете идти неуверенной походкой, то, конечно, можете стать актом агрессии или какого-нибудь нападения. Кэндо же учит уверенности. Кэндо учит смотреть опасности в глаза. Помимо этого, кэндо является популярнейшим спортом как в Японии, так и за ее пределами, динамично развиваясь у нас в России. Омский клуб неоднократно побеждал на чемпионатах Сибири и России, а Никита Иванов стал призером чемпионата Европы, что во многом заслуга его отца, тренера Сергея. Как правильно держать меч и наносить один из базовых ударов в голову, научили и мне. Тренировка в кэндо. Вещь очень сложная. Руки забиты, все тело болит, но ощущение меча в руке просто незабываемо. И помните, современный путь меча не учит тому, как уничтожать своих врагов, но воспитывает в человеке благородный дух воина. Это одно из базовых упражнений для укрепления запястья. Крепкая рука нужна не только для сильных ударов, например, для того, чтобы постоянно фехтовать шпагой весом полкило. Кандидат в мастера спорта, бронзовый призер первенства России и в недавнем прошлом резерв юниорской сборной страны. Сейчас Евгения выходит на дорожку в качестве тренера в своей студии фехтования. И это тот случай, когда можно сказать, что любовь к этому спорту передалась ей практически на генном уровне. Ее отец фехтует сабли, а дедушка Аганес Павлович – заслуженный тренер России, профессор, доцент кафедры бокса и фехтования Сибгувка. Воспитал десятки чемпионов и выпистывал талант любимой внучки. Он задал планку для Евгении не только как профессионал. Тренерская работа включает в себя очень много факторов. Здесь нужно быть, прежде всего, я думаю, хорошим человеком, чтобы завлекать людей, чтобы давать им пример не только, а как хороший спортсмен. Фехтование, как, пожалуй, и все единоборства, сильную личность делает еще сильнее и разностороннее. Это очень техничный вид спорта, в котором каждое движение, каждое твое какое-то действие должно быть четко продумано. Я скажу, что фехтование – это, в принципе, второй после шахмата спорт, в котором работает наша голова. У нас идет мозговая деятельность, после чего уже идет физическая. Общая физическая подготовка, она, в принципе, в каждом виде спорта присутствует. То есть никогда не может быть какой-то специальной подготовки без развития физических качеств. Один из элементов фехтовальной спецподготовки – комплекс «Итальяночка». Его особенность заключается в том, что все упражнения выполняются в глубоком приседе. Вот, например, одно из них. Это не самое сложное упражнение. Есть и более специализированные варианты. Упражнений в комплексе несколько. Выполняются они сериями на протяжении целой тренировки один раз в неделю. Нагрузки немалые. И, скорее всего, я еще пожалею о том, что решил показать их в кадре. Такой тренировке особое внимание уделяется не зря. Ведь во время поединка спортсмен вынужден передвигаться на полусогнутых ногах. Пятка стоит напротив пятки. Между ногами получается угол 90 градусов. Расстояние между пятками у нас где-то полторы стопы. Вес у нас на обеих ножках. Переносится и садимся. То есть в боевой стойке мы не стоим, но в ней сидим. Как сократить дистанцию между собой с соперником быстро и при этом еще нанести укол? Выпад происходит за счет того, что выбрасывается передняя нога, задний производится толчок, ну и, соответственно, укол рукой. Оружие – это отдельная и очень важная тема. Шпага – самая демократичная, подходит для любителей и новичков. Поскольку у шпажистов наибольшая поражаемая поверхность – практически все тело от пятна макушки. Туловище, руки, ноги и голова. Сабля имеет треогранный клинок, и в бою на них разрешается наносить как рубящие удары, так и уколы. Поражаемой поверхностью является голова, руки и туловище выше пояса. Рапира – наиболее сложный вид. В отличие от других видов оружия, поражаемая поверхность рапириста – самая маленькая. Туловище и шея. В студии Евгении фехтуют на шпагах. Существует два вида рукоятки. Это французская рукоятка, она вот прямая у нас. Мы ее берем, соответственно, как палочку. Многие называют палочкой. А есть также еще пистолет. Берется он следующим образом. Все вот эти четыре пальчика, они кладутся вниз, и сверху кладется большой палец. Большим и указательным мы производим такие приемы, как переводы и, в принципе, уколы. У нас идет контроль нашего оружия за счет вот этих двух пальчиков. То есть есть в фехтовании три чувства. Чувство времени, чувство дистанции и чувство оружия. И чувство оружия как раз у нас идет через эти два пальчика. Когда клинок становится продолжением руки, поединок захватывает полностью и безвозвратно. Когда ты выходишь на дорожку, у тебя изначальная цель выиграть. Вот эти спортивные свои качества какие-то психологические, они, безусловно, развиваются. Строцовоустойчивость появляется. Для меня, как девушки, я становлюсь терпимее ко многим ситуациям. Ну и похудеть тоже можно. Никогда не приступай закон, спецназ стреляет метко, бруталити покажет все. Собака бывает кусачей, что делать, если на вас бросился хищник? Как бабочка крыльями, чемпионка России по тейквондо Евгения Горянина покажет мастер-класс. На сегодня у меня все. Каждую среду вместе с нами узнавайте, учитесь, работайте над собой, выбирайте здоровый образ жизни. Занимайтесь спортом, становитесь победителями. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова